Выплаты переехавшим в сельскую местность медработникам в этом году составят более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Благодаря мерам господдержки уровень медицинской помощи на селе становится более профессиональным, а сама помощь более доступной. Только за последние несколько лет количество врачей общей практики в стране увеличилось почти на 150%. В Кабардино-Балкарии за время действия программы «Земский доктор» в сельские больницы и амбулатории было привлечено более 140 специалистов. Сюжет нашего специального корреспондента Натальи Булат. Для султана Бетрозова участковый врач даже не частый гость, родной человек. Ветеран Великой Отечественной в свои 96 он сокрушается, давление скачет, да и простуда замучила. Терапевт на дом приходит едва ли не каждый день. Раньше тоже были случаи, когда приходили, но очень редко, в год, может, раз-два там приходили. А сейчас часто, приходят часто. И когда нам нужно, мы обращаемся в то, что возможно, все делаем. Участкового врача в селении Хатуи не было несколько лет. Найти специалиста помог «Земский доктор». О программе Майдина Кайцукова узнала из интернета в прошлом году. Кардиолог-терапевт в тот момент трудилась в Нальчике сразу на двух работах. Времени на семью у Кайцуковой двое маленьких детей практически не оставалось. Говорит, своим решением довольна. В селе узнают и как бы врачей ценят. Отношение другое в селе. Добрее? Да, добрее. Когда вот на дом едешь, когда острая какая-то патология, приходится самой думать, самой принимать решение, что дальше делать с больным, если нуждается, куда отправлять. Поэтому в этом плане, конечно, эта программа помогает улучшить свои знания. Из Нальчика ежедневно в Центральную районную больницу медучреждение было открыто в конце прошлого года. Ездит и Альбина Бачканова. Эндокринолог по образованию она также согласилась на участие в программе. И совсем об этом не пожалела, признается врач. Прием пациентов в ЦРБ по своим возможностям ничуть не отличается от обслуживания больных в престижной Нальчикской поликлинике. У нас больница очень хорошая, у нас практически все анализы, все обследования можно сделать. И очень радует то, что у нас все специалисты рядом. Поэтому никаких ограничений, никаких трудностей нет. Лискенский район – один из лидеров по участию в программе. Благодаря земскому доктору здесь полностью решена кадровая проблема в здравоохранении. Только в прошлом году в райбольницу, а это в том числе все сельские амбулатории и службы первой помощи, пришли 10 специалистов, в основном узкоквалифицированных. Больница обслуживает полностью Лискенский район, это 28 400 взрослого и детского населения. Районная поликлиника в составе Центральной районной больницы на 150 посещений в смену. Как бы поликлиника работает в две смены. У наших жителей появилась возможность, не выезжая за пределы района, получать своевременную и квалифицированную помощь. В прошлом году Минздрав Республики подписал договоры с 87 специалистами. За работу в сельской местности в течение пяти лет каждый из врачей получил по миллиону рублей, часть из которых – средства республиканского бюджета, 50-процентное софинансирование и обязательное условие участия региона в федеральной программе. Сейчас рассматривается возможность продолжения ее реализации. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария.